Страховая компания не только выдает полисы ОМС. Институт страховых представителей – это масштабный проект Министерства здравоохранения. Их миссия отвечает за защиту прав граждан в системе обязательного медицинского страхования. Он стартовал в июле 2016 года и призван информировать население о возможностях системы. Сегодня в регионе в этой сфере работают две компании. В Инкомед застраховано около 1% жителей региона, тогда как на компанию МАКС-М приходится почти 99% населения. Именно поэтому сегодня гость в нашей студии Константин Шевченко, директор филиала акционерного общества МАКС-М в Белгороде. Узнаем, чем именно может помочь пациенту страховой представитель. Здравствуйте. Добрый день. Первый вопрос, наверное, кто такой страховой представитель, если простыми словами. Страховой представитель – это помощник для каждого белгородца при получении качественной и своевременной медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования. Он решает возникающие вопросы, проблемы с медицинскими организациями в момент получения медицинской помощи. Но в Айбере была рассылка с номерами семейных врачей и страховых представителей. Если с семейными врачами все понятно, скажите, а зачем нужен номер страхового представителя? В каких случаях обращаться? К страховому представителю можно обратиться по любым вопросам, касаемым системы обязательного медицинского страхования. В нашей компании работают страховые представители разных уровней. Страховые представители первого уровня дают устные консультации. Большей частью они работают в колл-центрах наших, которые работают в круглосуточном режиме 24 часа 7 дней в неделю. А какие вопросы можно задать? Вопросы можно задать самые различные, начиная от получения медицинского полиса и заканчивая выбором медицинской организации для получения медицинской помощи. Вопросами выбора лечащего доктора и вопросами, которые касаются программы госгарантии и оказания бесплатной медицинской помощи. А может быть такое, что не могут ответить в данный момент? Если да, то как дальше? Бывают такие моменты, когда страховой представитель в данный момент времени не может ответить на поставленный вопрос. Поэтому этот вопрос переадресуется страховому представителю более высокого уровня для подготовки и ответа заявителю в установленной законом сроке. Но говорите, у вас специалисты разных уровней. А еще какие специалисты есть, которые могут ответить на вопросы? Страховые представители второго уровня, это тоже наши сотрудники, которые прошли специализированное обучение. Они дают в том числе устные консультации по вопросам программы госгарантии бесплатного оказания медицинской помощи жителям нашего региона, нашим застрахованным. Большая работа ими проводится по информированию нашего населения о необходимости, о возможности прохождения профилактических мероприятий. Таких как диспансеризация, профилактический медицинский осмотр, диспансерное наблюдение. Страховые представители второго уровня своевременно напоминают, если человек не прошел диспансеризацию, то есть это может быть несколько раз это информирование проходить. Своевременно напоминают пациенту о необходимости наблюдения у лечащего доктора при наличии у него хронических заболеваний, если он стоит на диспансерном учете. Если пациент не идет к вам, то вы идете к пациенту. Напоминаете про профилактику, про обследование регулярное. Результаты есть? Конечно есть. У нас год от года растет количество наших застрахованных, которые проходят профилактические мероприятия. Если в прошлом году мы пригласили на профилактические мероприятия более 993 тысяч наших застрахованных, если годом ранее, то этот процент людей, которые прошли профилактические мероприятия, он был значительно меньше, чем в этом году. Поэтому люди это видят, видят к себе внимание и стараются относиться к своему здоровью более внимательно. Поэтому процент прохождения профилактических мероприятий в нашей области растет год от года. Хочу задать актуальный вопрос на сегодня. Это по коронавирусу. Можете ли вы дать какую-то информацию? Специалисты нашего колл-центра в ежедневном режиме отвечают в том числе и по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией. То есть они дают разъяснение о том, что это за заболевание, куда необходимо обратиться при подозрении на коронавирусную инфекцию. Но самое главное, я хочу всех успокоить о том, чтобы не поддавались панике, соблюдали основные принципы гигиены, то есть мыли руки, избегали больших скоплений людей. И при появлении малейших симптомов простуды обращались в медицинские учреждения, в частности, нашей области, Белгородской области. Скажите, но если у вас есть телефон личного страхового представителя, зачем вам колл-центр? Смотрите, наш колл-центр работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Наш застрахованный может оказаться в другом регионе, в другой области, когда ему будет необходимо, понадобится медицинская помощь. Поэтому ему будет легче связаться с нашим колл-центром по телефону горячей линии для организации медицинской помощи по месту пребывания. Другие ситуации бывают, что помощь необходима будет в вечернее, в ночное время, в выходной день, когда страховому представителю позвонить будет не совсем корректно. Вы содействуете защите прав пациентов. Скажите, кто этим занимается и можно ли пару примеров? В нашем филиале работают страховые представители третьего уровня. Это врачи-эксперты, которые в большей своей части работают с письменными обращениями, с жалобами пациентов на оказанную медицинскую помощь. Они организуют и проводят экспертизу качества медицинской помощи и помогают пациенту непосредственно в момент проблем, возникающих с госпитализацией, допустим, в лечебные учреждения Белгородской области, непосредственно взаимодействуя с этой медицинской организацией. Из примеров можно привести такие примеры, что страховый представитель третьего уровня вчера помогли пройти диагностическое исследование, которое было показано нашему застрахованному своевременно медицинской организации Белгородской области. Также можно привести пример о том, что пациент прошел показанное ему исследование за собственные средства. Обратившись к нам, мы помогли вернуть ему эти затраченные средства, компенсировав ему затраты на прохождение процедуры, которая была показана ему в медицинском учреждении Белгородской области. Спасибо вам большое за интересный подробный разговор. Спасибо, что были гости в нашей студии. Спасибо вам за вашу работу. Спасибо. Будьте здоровы.